Офигеть! Я так вас люблю! Клянусь! Ну что, я зарядилась мотивацией сразу после того, как... У меня вышел первый влог. Те, кто еще не смотрел, ну, я думаю, вряд ли, вряд ли вы такое пропустили. Но если вдруг, обязательно перейдите на канал и посмотрите. Также, раз уж я теперь ютуб-блогер, хочу попросить, чтобы на мой канал вы обязательно подписались, потому что для меня это очень важно. Ставьте колокольчики для того, чтобы не пропускать мои ролики, потому что они будут довольно часто. И, конечно же, я жду от вас комментариев после этого видео. Кстати, у меня каждый день начинается одинаково. Каждое утро в моем заведении начинается одинаково. И когда у меня заканчиваются ашки, у меня тут моя сумочка с заначками. Они, видимо, мне заряжаются. Я вот беру из этой сумки, наполненную ашками, какую-то новую одну, знаете, типа наугад. Какую вытяну, такую буду курить на протяжении дня. Если что, я не так часто курю, наверное. Но просто ашки быстро заканчиваются, сами понимаете. Моё лицо. Я ещё на фоне всего белого. Такая красная. Блин. Снег. One second. Trash. Ну ничего, это не мешает мне надеть ещё больше белого. Мы сейчас поедем, друзья, на виллу. Так что, сегодня должно быть весело. Продолжение следует... Добрейшее утречко. Меня зовут Ксюша, я третий день на Шри-Ланке. Нужно соответствовать, сами понимаете. Итак, внесу вам немножечко ясности. Моя Алена будет работать до конца следующей недели. Из-за этого я очень часто буду находиться одна. Но меня это не останавливает. Потому что она заканчивает работать в понедельник. А во вторник у меня день рождения. И все те, с кем Алена бы меня не знакомила, я их всех зову на день рождения на свой. Я уверена, что будет точно классно, потому что уже как минимум будет народ. Доброе утро. Я максимально вас не хотела прерывать от предыдущей нарезки. Просто хочу сказать, что сегодня уже новый день. И у меня второй день серфинга. И честно, это... Это очень круто! Продолжение следует... Я не знаю, с чего начать. Давайте прям с самого начала, что ли. Мы посерфили сегодня. Да, было очень классно. У меня сегодня получилось намного лучше, чем в первый раз. У меня сегодня получилось именно проехаться на волне. Все было круто до того момента, пока мы не сдали доски. Получается, мы сдали доски. И Алена говорит, давай я вернусь в номер за Марти, за собачкой, и приду к тебе. Я говорю, да, давай я пока тебя здесь подожду, пока я покупаюсь. И я вижу, что Алена идет за мной. Она говорит, нет, все-таки я передумала, я пойду все-таки с тобой. Не знаю, что меня остановило. Я говорю, да, давай пошли. Все очень классно, водичка, свежо. И в моменте Алена говорит, поплыли назад. Мы плывем, Алена начинает уплывать дальше, дальше, а я как будто бы плыву и задерживаюсь на месте. И я понимаю то, что она очень сильно отдаляется. Я думаю, ну не может быть такого, я прям очень сильно гребу. Не может быть такого то, что она настолько сильно отдаляется и так быстро. И я понимаю, что походу я попала в канал, который держит меня на месте. И несмотря на то, сколько бы я там не гребла, я все равно не двигаюсь. Когда Алена поворачивается в один из моментов, я начинаю кричать ей, что я не могу. Я не могу, я не двигаюсь вообще. У меня начинают заканчиваться силы. А тут, знаете, вот этот вот момент в глазах Алены был, когда у тебя идет инстинкт самосохранения на 50% и инстинкт ответственности еще на 50%. И вот эта вот доля секунды, когда нужно повернуть и начать как бы поддавать инстинкту ответственности, и она начала плыть за мной, меня спасать. Когда Алена ко мне подплывает, я сразу вспоминаю моменты из жизни с друзьями, когда они на меня наваливались, грубо говоря, я понимала, что я тону. Естественно, сразу я понимала то, что ни в коем случае нельзя наваливаться, но я понимаю, что у меня заканчиваются силы и я не могу дышать. Мы начинаем гребсти, и Алена попадает со мной в течение. У меня начинается паника. И вот мы вдвоем в течение, и когда я вижу у человека страх в глазах, который до этого не подавал ни абсолютного намека на панику, я понимаю, что мы в жопе. У меня начинается паника еще больше. Я вообще сама по себе человек не паникер. Это абсолютно нормально то, что такое случается, то, что начинается паника. И сразу у меня приходит на ум момент, я когда плавала часто там в бассейнах или на море, где нет таких сильных волн, я всегда ложилась на спину и понимала то, что если вдруг какая-то ситуация такая будет, меня спасет как раз-таки вот это вот лежание на спине, когда ты ничего не делаешь, и океан тебя сам держит, вода тебя сама держит. Я начинаю ложиться на спину, и меня нахлебывает полностью волна. Я начинаю захлебываться. Алена говорит мне, ложись на спину, плывем. Мы начинаем плыть, гребсти, и как бы сильно ты не греб, не двигаешься с места, как минимум, так еще тебя тянет назад. Я понимаю, что у меня осталась последняя минута того, чтобы я вообще как минимум хотя бы что-то сделала. Я вижу вдалеке серферов, мы начинаем кричать, нас никто не слышит. И когда ты кричишь, у тебя, естественно, еще больше тратится сил. И я начинаю на последние силы три раза очень громко, в пустоту кричать «Help!». Я думала, что это моя последняя минута. Если честно. Потому что, когда начала со мной вместе кричать «Алена», я поняла, что это просто пиздец. И просто представьте вот эти вот доли секунды. Я клянусь, не хватало какой-то акулы. И по нашей ситуации можно снимать фильм. Отвечаю. Вот, который, вы знаете, вот этот вот фильм, который держится на одном дыхании. К нам подплывают серферы. Это очень страшный момент. Вообще, я клянусь, только врагу не пожелаешь. Я видела страх в глазах Алены, Алена видела страх в моих глазах. Мне кажется, в моих глазах там не то, что страх был, там такая паника началась. Меня захлебывает волна, я начинаю кричать, подлетают серферы. И Алена говорит, я почувствовала дно, я стою. И в этот момент меня уже забрасывают серферы на доску. Я понимаю, что в безопасности, но у меня шок. У меня сильный шок, потому что со мной такое повторюсь впервые. Мы выходим на берег. Очень долго нам еще серферы говорили, типа, it's okay, okay. Мы говорим, да, окей, окей. Но что-то, мне кажется, я вообще была далеко не окей. Мы выходим на берег, садимся на завтрак и просто начинаем вот так вот курить сигарету. Самое главное в таких ситуациях обязательно обсудить эту ситуацию. Для того, чтобы в дальнейшем не остался какой-то страх, боязнь, потому что, как-никак, я здесь только пятый день. И, конечно, мне здесь еще находиться месяц. Просто главное понять определенные места, в которые не нужно заплывать. Это то течение, где нет волн, потому что они никак не могут дойти до берега из-за того, что это течение уносит обратно в океан. Очень много случаев, когда люди тонули, погибали и так далее. И, слава богу, если бы не эти серферы, я даже не знаю, потому что я отвечаю, у меня, правда, не было сил. Я забыла сказать про важный моментик, про то, что мне с утра приснился сон, что у меня откололся зуб. Я рассказала Алене, она мне не стала говорить, что это что-то плохое, но она знала, что это что-то плохое, потому что что это означает? Но когда зуб откалывается и теряется, это не очень хорошо, это какая-то потеря, то есть, ну, что-то должно произойти. В общем, неблагоприятное какое-то событие, опасное. Очень был такой странный момент из-за того, что ты ушла, и потом только не что-то вот... Вернуло меня обратно, да. Да. И, в общем, сейчас все хорошо, я очень рада, что я с вами поделилась информацией, мне стало немножечко легче, что ли. Буду аккуратнее и желаю вам дальше хорошего просмотра. Но это жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, ребни! Итак, это мой уже второй переезд и не последний. Сначала я жила вот в этом номере в 16-м, потом мы жили с Аленкой в 17-м номере. И сейчас я переезжаю в 18-й номер. А все потому, что не было свободного номера на все наши запланированные даты, и поэтому пришлось бронировать по кусочкам. И у меня будет третий переезд, он вообще будет, типа, не в этом отеле даже. Как бы тоже прикольно, такая я, в общем, Ксюшка-путешественница. Забираю сейчас свой последний и валю в новый номер, сейчас вам его покажу. Еееее, мой новый номер. Заходим, проходим, не стесняемся, чувствуем себя как дома. Я тут уже расположилась. А еще искренне извиняюсь, если этот влог покажется вам коротким, потому что памяти на моем телефоне не так много. Но это не мешает мне делать влоги каждый день. И именно поэтому скоро будет новый влог. Также хочу сказать, что вчера мы ходили по магазинам с Аленой, и мне безумно, безумно понравилось платье-накидка. Его можно носить на море. Очень красивый вязанный комплект. И, к сожалению, я тогда не взяла с собой деньги, потому что мы поехали в ресторан. Я не беру с собой весь кошелек. Я просто знаю конкретно, куда мы идем, и беру столько денег, не рассчитывая, что я могу потратить больше. Для того, чтобы не тратить больше. Но это платье попало мне в сердечко, и я не смогла удержаться. Поэтому, если я сейчас в себе найду силы топать по жаре до этого магаза, я вам его покажу. Но я обязательно его куплю, я обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok